Город Комитетом социальной защиты населения в этом году оказана материальная помощь малообеспеченным пенсионерам и инвалидам на сумму 800 тысяч рублей. Работа с инвалидами ведется постоянно по всем направлениям социальной защиты. Им выдано 160 путевок в санатория. Населению города предоставлены субсидии на сумму свыше 9 миллионов рублей. По полной программе работают все отделения в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями «Родничок». В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних дом детства растут, развиваются, учатся и воспитываются дети от 3 до 18 лет. В центре создано 7 кружков, где проводятся занятия специалистами с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. Комитет социальной защиты населения работает с большим количеством законодательных актов, по которым предоставляются льготы жителям города и выплачиваются пособия и компенсации. Дорогие друзья, будьте здоровы, будьте счастливы. Мне очень хочется, чтобы все, о чем вы мечтаете, исполнилось в новом 2004 году. За 2002 год строители Реутова сдали около 60 тысяч квадратных метров жилья. В этом году сдадут 70. Активно реализуется программа «Ветхое жилье». Проведен ремонт во многих учреждениях. Только на капитальный ремонт школ было освоено 18 миллионов рублей. В Реутове завершено строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Стар». Началось возведение хирургического корпуса городской больницы. Решена еще одна актуальная проблема. Построена канализационно-насосная станция. Дорожными службами в этом году заасфальтировано по городу около 60 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров. Большая часть придомовых территорий. Отремонтировано значительное количество детских площадок. По многочисленным просьбам жителей пущен автобус по маршруту номер 28 до Балашихи. Внесли свой вклад в развитие города и связисты. 8 августа была пущена АТС-525 на 2 тысячи номеров. В следующем году планируется ввод в строй еще одной станции на 4,5 тысячи номеров. В 2004 году большие планы и у строителей. Это начало строительства микрорайонов 10 и 10А, реконструкция пятна, продолжение строительных работ в микрорайонах 3 и 3А. Продолжение следует... Желаю здоровья, удачи, меньше семейных каких-то неврядиц, а больше радости. Новостроители постараются для вас, тот, кто стоит в очереди, построить быстрее вам качественное и хорошее жилье. Уходящий год для здравоохранения был ознаменован несколькими крупными событиями. Это в первую очередь преобразование системы здравоохранения Реутова в одно большое учреждение – центральную городскую больницу. Открыто три муниципальных стоматологических кабинета в городских поликлиниках. Получено три новых автомобиля скорой медицинской помощи. Продолжается ремонт лечебно-профилактических учреждений – поликлиник номер 1 и 2, стационары городской больницы, косметический ремонт в роддоме, детском инфекционном отделении. Важным моментом является оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием, в чем большая заслуга администрации города. Это и покупка инкубатора для новорожденных и операционного стола в родильный дом. Неваловажным событием стало оснащение и открытие 4 декабря в отделении общей реанимации детской реанимационной палаты. Субтитры создавал DimaTorzok Позвольте совершенно искренне поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам отличного здоровья, здоровья укреплять, здоровья не терять, хорошего настроения, что также имеет непосредственное отношение к здоровью, оставаться добрыми и уважающими себя людьми. В конце прошлого учебного года глава города вместе с представителями городских служб посетил все учебные заведения, определив, какой ремонт требуется каждой школе. Работы были выполнены более чем на 18 миллионов рублей. Отремонтированы физкультурные и актовые залы, столовые для ребят. Никогда еще не было так много учащихся, отмеченных серебряными и золотыми медалями. Их 48. 40 выпускников 9 классов получили аттестат особого образца. Более 95% выпускников 11 классов продолжили свое образование. И более 70% поступили в высшие учебные заведения. На сегодняшний день надо отметить увеличение количества ребят, призеров областных олимпиад. В первой летней всероссийской спартакиаде среди школьников риутовчане заняли второе командное место. Особое внимание получило развитие детского творчества. Совсем недавно закончился фестиваль художественного чтения. Учащаяся гимназия Гюзель Каримова стала лауреатом этого конкурса. Воспитанники Дома детского творчества стали дипломантами международного конкурса сценического искусства «Северная звезда». Большое внимание уделяется и патриотическому воспитанию школьников. Проведена эстафета поколений, круглые столы, посвященные 60-летию Сталинградской битве, Дню защитника Отечества, Дню призывника, празднику 9 мая. Самое главное в образовании сегодня – это взаимодействие семьи, школы и города, что на практике достигнута в системе образования Реутова. Не за морями и лесами живут волшебники сейчас. Они приходят в школу с нами, вернее, чуть пораньше нас. Идет лесник, шумит и осень, срывая шелтую листу, Они всегда с собой приносят и щедро дарят нам весну. Желаю счастья и добра, здоровья крепкого, как в сказке, Друзей, душевного тепла, а также твердости в ненастии. И пусть вам этот Новый год добра и счастья принесет. Дальнейшее развитие в 2003 году получил потребительский рынок города. За 9 месяцев оборот розничной торговли составил 750 миллионов рублей, что больше, чем за соответствующий период прошлого года, более чем на 30%. На территории города открыты 4 магазина, общей площадью около 3000 квадратных метров, 3 предприятия общественного питания, 8 предприятий бытового обслуживания. Развитие сети предприятий общественного питания характеризуется повышением уровня обслуживания. Городской конкурс кулинарного мастерства, проходивший в марте текущего года, показал высокопрофессиональную подготовку кулинаров города, соответствующую современным требованиям. В парикмахерстве, наряду с традиционными видами услуг по уходу за волосами, маникюром и физикюром, работают массажные кабинеты, солярии. За 9 месяцев этого года налоговое поступление в бюджеты всех уровней от предприятий торговли и общественного питания города составили более 140 миллионов рублей. В уходящем 2003 году хотелось бы поздравить всех наших горожан и земляков с наступающим 2004 годом. Пожелать им здоровья, счастья, успехов, удачи в наступающем году! В городе 44 спортивных сооружения. Это стадион «Старт», 20 площадок, 13 спортзалов, 2 плавательных бассейна. По решению правительства Московской области, в Реутове были построены 6 дворовых спортивных площадок, реконструированы и построены за счет городского бюджета 5. Более 8 тысяч жителей занимаются по 22 видам спорта на спортивных сооружениях Реутова. Проводятся традиционные турниры по самбо, памяти академика Челомея, художественной гимнастике, баскетболу, спортивным танцам, футболу. Футбольный клуб Реутов занял 5 место в турнирной таблице и стал лучшим среди всех команд Московской области во второй лиге. В городе работает детско-юношеская спортивная школа. В отделениях баскетбола, художественной и спортивной гимнастики занимаются более 500 детей. В школе работает 28 квалифицированных тренеров-преподавателей. 250 детей занимаются футболом в детско-юношеской спортивной школе «Приолит». В школах города проводятся спартакиады по 11 видам спорта. В июне завершился очередной этап городских соревнований по футболу среди дворовых команд на Кубок главы города, в котором приняли участие 24 команды. 19 августа стартовал областной турнир по мини-футболу на Кубок Дмитрия Саблина. С 3 по 11 сентября на стадионе «Старт» прошли игры международного юношеского турнира по футболу на приз губернатора Московской области. В сентябре-октябре прошел осенний турнир по футболу среди дворовых команд на приз главы города, в котором приняли участие около 300 человек. После торжественного открытия спортцентра на стадионе «Старт» 22-23 октября был проведен традиционный всероссийский турнир по художественной гимнастике. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу поздравить всех своих коллег, учителей физкультуры, тренерский состав, директоров спортивных школ, директоров просто школ, которые просто нам много помогают, ветеранов спорта с наступающим Новым годом. Желаю вам всем здоровья, счастья и успехов и в работе, и в личной жизни. Всего вам хорошего. Этот год принес очень много положительных результатов для нашего города. Военный комиссариат Балашихи Иреутова стал лучшим военным комиссариатом в Центральном федеральном округе и Московской области и достойно встретил свое 65-летие. Я от всей души вас поздравляю с Новым годом. Желаю прежде всего тепла, уюта и добра в ваших семьях, чтобы наш любимый город, лучший город нашего ближайшего Подмосковья стал действительно для нас всех общим, теплым нашим домом. Счастья вам, здоровья и благополучия, любви вам и хорошей веры и надежды в будущее. Будьте здоровы! В этом году традиционный день города отмечался одновременно с 430-летием земли Реутовской. Праздник проходил на площади у администрации в городском парке. И, конечно же, запомнилось устроенное впервые лазерное шоу на городском пруду. А спортивный парад на стадионе «Старт» был ознаменован вручением символического ключа от футбольного поля юным реутовчанам, губернаторам Московской области Борисом Громовым. В рамках проведения Дня молодежи 29 июня состоялся конкурс «Мисс Реутовчанка». Этого звания удостоена Олеся Лепчанская. Впервые в Кремле проходил День культуры Московской области, в котором приняли участие и наши творческие коллективы, тем самым еще раз продемонстрировав, насколько разносторонне талантливы наши юные жители. Я любуюсь красотю непростой, и расстаться вовек не смогу. С этой речкой и этой березной на летящих лугах берегу. Подмосковье, подмосковье, переездки, поля, соломи. Я хочу, чтобы счастье людское наполняло простое твои. Подмосковье, подмосковье, переездки, и городское. Я хочу, чтобы счастье людское наполняло простое твои. Субтитры создавал DimaTorzok